Архангельский водник В преддверии Арктического форума президент России Владимир Путин посетит землю Франции Иосифа. Глава государства проверит результаты уборки и пообщается с экологами. Поездка на архипелаг станет для президента второй. Он посещал остров Земля Александры в апреле 2010 года. Тогда Путин обратил внимание на проблему загрязнения Арктики и инициировал программу по ее генеральной уборке. Напомним, с 2012 по 2015 годы с территории нацпарка «Русская Арктика» было вывезено более 42 тысяч тонн разных видов отходов, проведена техническая рекультивация земли. В 2017 году очистка загрязненных участков островов архипелага земля Франции Иосифа продолжится. Сегодня в Архангельске открылся форум управляющих компаний. Он объединил более 200 представителей обслуживающих организаций. Главная тема – реализация программы ЖКХ и городская среда. Напомним, проект предусматривает софинансирование муниципальным образованием из федерального и областного бюджетов на реализацию работ, связанных с благоустройством придомовых территорий, парков, скверов, проведением субботников. На реализацию программы выделено почти 300 миллионов рублей. Сейчас на первые роли выходит уже население. Инициатива и выбор тех или иных объектов будет зависеть от, как я уже сказал, населения. Они должны сформировать некий пул объектов, который будет обсуждаться на вновь созданных комиссиях. Все эти объекты будут участвовать в конкурсах по красоте, по практичности. По итогам Арктического форума будет создана единая информационная база, куда войдут все данные о товарах, производимых для Арктики. Об этом сообщил Дмитрий Рогозин. По словам вице-премьера правительства России, к Арктическому форуму, который состоится в Архангельске, все субъекты федерации готовят свои каталоги, которые будут перенесены в электронную сеть. Рогозин также отметил, что Россия готовится к тому, чтобы вернуться в Арктику на совершенно новой технологической основе. В отношении генерального директора Котловской компании «Лавандерия К» возбуждено уголовное дело. Свыше двух месяцев руководитель предприятий не платила зарплату одному из сотрудников. Общая задолженность составила более 56 тысяч рублей. Межрайонной прокуратурой в действиях Ивлевой усмотрены признаки преступления, предусмотренные частью 2 статьи 145.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть полная невыплата заработной платы более двух месяцев. По результатам прокурорской проверки органам Следственного комитета возбуждено уголовное дело в отношении Ивлевой по указанной статье. Муниципальное предприятие «Водоканал» объявило конкурс на самый оригинальный эскиз водопроводной колонки для Архангельска. Северянам предлагают продемонстрировать бурную фантазию. Из-за замены старых железных колонок на электронные и подогреваемые и объявлен творческий конкурс. Эскизы можно присылать на электронную почту «Водоканала». Заявки принимаются до 9 апреля. Работы пяти финалистов будут опубликованы на официальном сайте предприятия по итогам всенародного голосования и определят победителя. В Новодвинске 150 воспитанников детских садов приняли участие в городских лыжных соревнованиях. В команде от каждого учреждения 12 ребят. Каждый из них преодолел дистанцию в 100 метров. Подобные соревнования среди самых маленьких жителей города позволяют выявить подающих спортивные надежды ребят. Мне нравится кататься на лыжах, потому что они самые быстрые и самые различные. Я хочу в будущем стать настоящей спортсменкой и кататься на лыжах. Лучшими в забеге стали Максим Гузяев из 26 детсада и Елизавета Быкова из 10 детского сада. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова